Помните, это его ник Барсяка. Прошу любить и жаловать. Филин Андрей. Здравствуйте, друзья. Рад всех вас здесь видеть. Не ожидал, что придет так много, хотя звал очень сильно. Спасибо всем. Мы все автомобилисты. И все мы ездим по дорогам. И дороги я хотел бы сравнить с очень важной... Давайте сравним так. Вот наша страна это организм. Это единый живой организм. Руки, ноги, голова, сердце. А дороги в стране, с которой я сравниваю этот организм, это, естественно, кровеносная система. И точно так же, как нельзя закупорить кровеносную систему в организме, что приведет к отмиранию отдельных органов, на мой взгляд, так же нельзя делать платные дороги. Что хочет делать наша власть? У нас забирают наши дороги. Мы их, ну не мы, наши отцы, деды их строили за свои деньги. 70-е, 60-е, 80-е, 90-е годы. А сейчас вдруг хоп! И все дороги, ну не все там, часть пока, часть нас к этому потихонечку будут допускать так. Эти дороги станут платными. Чтобы поехать на дачу по Минке или по М4, по М2, надо будет заплатить кому-то деньги. Кому? За что платить деньги? За эти ямы? За эти выбоины? Комбинацию Явы-Колдобин? Я против платных дорог абсолютно. Я согласен с теми, кто говорит, вот Европа, там платные дороги. Платишь 3 евро и несешься по автобану. Ребята, ну это Европа. Там эти дороги строят в объезд существующих бесплатных нормальных дорог. Таких же, как в принципе, даже у них бесплатные, лучше, чем у нас платные дороги. Так вот, у нас хотят сделать платные дороги на основании тех, что были, брать за эти деньги, а на вырученные деньги, ну помимо того, что у себя в карман отвалят, они построят нам еще платных дорог. Это разве нормально? Мне кажется, это полный беспредел со стороны властей. Большое спасибо. Я немножко застенчивый человек. Не смогу долго говорить, но еще раз повторю, что сегодня будет автопробег. Ребят, агитационный автопробег по Садовому кольцу. Буду рад всех там видеть. И этим вашим присутствием на этом автопробеге мы еще раз подтвердим, что нас много. И власти должны нас увидеть, в том числе и после этого будут отмены, я надеюсь, все-таки беспрецедентного постановления правительства о безальтернативных платных дорогах. Я говорю, нет безальтернативных платных дорог. Спасибо большое. Нет. Спасибо. Спасибо, Андрей. Уважаемые друзья, мы просим у вас прощения за то, что мы немножко прервемся сейчас и отойдем от темы платных дорог. Потому что, я думаю, вам будет всем очень интересно послушать тему живого щита. Как нам рассказывал господин Казанцев, что живой щит, это оказывается не живой щит. Это просто эксперимент, который проводится над живыми людьми. Так вот, участник этого живого щита, Станислав Сутягин, буквально прервался на час. Его вызывают в прокуратуру. Мы его попросили. Станислав, пожалуйста, приедьте. Вот он перед вами. Прошу любить и жаловать. Еще раз поприветствуем его. Здравствуйте, дорогие автомобилисты. Я, наверное, как и все вы, езжу по дорогам. И все, наверное, уже знают, что случилось в тот день на кольцевой автомобильной дороге.